Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GameLife Tactical. Мы продолжаем проходить игру Diablo 3. Жнец Туш. И с вами, как всегда, Евгений и Тирана. Ну что ж, приступим. Действие Черный Камень Души. Мы заключим в нем двух последних владык преисподней. Мне знаком этот голос. Он повелевал мной при жизни и преследовал меня после смерти. И... Тиралель. Да, это я. Но теперь я смертный. Да. Воистину, у судьбы есть чувство юмора. Все? 10 500 опыта. Я передам тебе Черный Камень Души. Но взамен я хочу вновь обрести свое тело. Ты был предателем при жизни. Как я могу быть уверен, что ты не нарушишь свое слово после того, как воскреснешь? Никак. Спроси себя, чем ты готов рискнуть ради спасения этого несчастного мира? Всем. Хм... Да будет так. Для начала найди мою кровь в двух потайных подземяях. Они находятся в бескрайних песках. За акведуками. Я иду с тобой. Надо взять с собой голову Кулла. Может быть, она расскажет нам что-нибудь полезное. Я положу ее тебе в сумку. Вот через Тиреля невозможно пройти нас. Он читер! А ты не так прост, как кажешься. Интересно, знают ли твои друзья, кто ты на самом деле? На что ты намекаешь? Оу, ты все узнаешь со временем. Так. А ну-ка мы глянем. Ну, по всему видимому, нам вот туда вверх. Потому что никакой отметки поблизости нет. Слышь, ты куда пошел? Сюда. Там, сюда. Сюда. Слышь, тут даже... Гопота какая-то присутствует. Ну что, еще жив? Я открою эти ворота. Давай, немедля. Эх, он еще... Взатусил. А я стою на него смотрю, а думаю... А я тоже думал, что это свой. А мозг у меня такой, что-то здесь не то. Император Хакан. Нет времени на любезности. Кажется, я обнаружил, по чьей личиной скрывается Белиал. Я уже близок к цели. Запомни, чтобы найти кровь Кулла, тебе придется пройти через Акидухи. Проход туда. Находится под водопадом. И чтобы открыть его, надо повернуть два рычага. Смотрите, друзья, интересно, да? Вот маг, а я хожу с луком. А суть в том, что на нем главная характеристика, это плюс к интеллекту. Странно, на самом деле, как-то здесь оружие выпадает. Я думал, что вот посохи должны давать бонус к интеллекту. Не нравится мне это место. Кто-то побывал здесь до нас. Похоже, демоны. Это Белиал призвал сюда тварей из преисподней. Покуда он жив, колдей будет подвергаться нападениям. Дядя Декарт полагал, что присутствие демонов это своего рода след. Оставлю мне их поверить. Ты веришь в это? Да. Чем больше я изучаю его записи, тем больше понимаю, что даже я недооценивала его мудрость. А мне нравится. Ты видел, у меня теперь стрелы, которые вверх не выпускают, самонаводящиеся. Да, круто. Они сами ищут врагов. Главное, сами находят, да? Да. Колдейские акведуки соорудили по приказу Совета Торгового Консорциума после того, как три столетия назад был открыт Долгурский оазис. Несмотря на то, что к тому моменту колдей уже долгие годы был процветающим городом, надежное водоснабжение позволило ему разрастить еще больше. В колдей появились роскошные фонтаны, из которых мог утолить жажду любой желающим. Че сюда пойдем? Давай свои. Ааа, велисты! Сейчас, на один момент. Не хочу. Привередливый. Там просто ловкости у меня не добавлялось. А ловкости я люблю. О, тут вообще какой-то. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ёлки-палки. Мне нужно больше времени. Блин, эти копии меня, на самом деле, раздражают. Когда все это закончится, я бы хотела получше изучить архивы Великой Библиотеки Колдей. Ты походишь на своего дядю куда сильнее, чем тебе кажется. Да, наверное. Я хочу поискать трактаты о Черном Камне Души и Азмодаре. Это поможет мне понять некоторую дядю на теории. Оу, ееееее. Я слабею! О! Вот этого не надо. Я не готов. Ой-яй-яй-яй-яй. За мной гонятся. Ох ты. Крутяцкий у тебя амулет теперь. Сейчас заценим, что он тут нам даст. Ну-е-е. Однозначно хочешь, я тебе подарю. Нет? Заря. У меня, по-моему, свой неплохой. Кантилет. Нормик. Блин. На меня кто-то навонял. Ли, а ты? Что ли? Что-то давненько нам гномы не попадались. Кстати, да. Что, мы сюда идем? Нам надо идти в противоположную сторону от стрелки. Вот, что я могу сказать. Ну-о-о. Мочи гнома. Блин, где я? Не уйдешь. Стой. Есть. О боже. Я богат. Сказочно богат. Изнаменит. Ха-ха-ха. Изысканная эссенция. Так. Так, опять тупик. Поверненько. Стой, тут кто-то нарывается на неприятности. Прикольно. Упал метеорит на врага, а из-под врага выскочил какой-то камушек. Ни хрена себе. Классный наплечный покров достался. Наслаждайся. О, один золотой. Так, нам можно пойти в эту сторону. Ну, Леворыч, так сказать. Пойдем. Так, занимайтесь там своими копиями. Чем хотите. Подпили, подъели. И пошли дальше. Я так скучаю по тем временам, когда мы с дядей Декардом искали затерянные артефакты. Хотя иногда это было опасно. Ты даже не представляешь, как часто мне приходилось оттаскивать его от какого-нибудь пыльного драного гобелена и спасаться от армии оживших скелетов. Да ладно. Гобелем. Пыльный, драный гобелем. О, это рычаг? О, это был первый рычаг. Да, а то мы не догадались. Так, куда-то мы попали. Вообще. Класс. Ловите. Да. Прям на голову мне свалились. Черти. Как на голову снег. Так, идем наверх. пойдем баба со мной ходит изменится еще раз а ну-ка ветер не могу понять где мои молнии деньги я слабею атрам зачем ты это делаешь как и вещи дахов то не говори а ну-ка электричество теперь разряд молнии или как он там опустошение фига это дождь и стрел он самый от метеорит могила вас заждалась точно новые фразочки вычисли нифига ты червяков прибил так нечего им тут полностью а ну ребята огонь батарея чё даже сундука нет чё за жесть наверх можно еще бегом смотри ты сколько можете нифига наверх закончился раньше ты два раза мог не могу больше не стеснялся а вот так вот экономил концентрацию филиал соскучился и ребятки слышал еще живой дуэльный жезл отличный о слушаем сюда а нихера тут нет некоторое время назад акведуки пришли в упадок и в них расслабились многочисленные паразиты императорские гвардейцы не стали вмешиваться в ситуацию заявив что акведуки находятся в удовлетворительном состоянии однако мне довелось самому увидеть что с ними стало многие обеспеченные жители включая наше семейство теперь предпочитают набирать воду из колодцев да и все так плохо один философ по имени казнь писал чтобы узнать правду о городе не надо ходить далеко достаточно взглянуть на состояние его канализации из этого следует что халдеи зиждется на нечистотах а живут в нем демон да и он скрывает в себе многие тайны моя мощь растет великолепный лук или как там самострел острая сталь наверх чё нихрена нет чё за фигня так у нас есть проход в центр и туда куда пойдем в центр мне кажется нам сюда и надо мне кажется нам сюда и надо хотя вот как стрелка появится так и узнаем шесть просто что происходит а ты тоже так умеешь а ну ка лови видели бы меня сейчас мои наставники чё там подобрал что-то шикарное топулесы под кордухи еврейский слава богу что не еврейские а ну-ка ребята возьмите на душу я тебе говорю мы туда идем куда надо ну чё пойдем теперь в центр нет а чё там будет ну и ладно не пойдем время не будем тянуть да этот проход ведет к бескрайним пескам я думал сейчас нам это скажет что это второй проход тайный проход за водопадом очень оригинально ты мог бы придумать что-то получше конечно ты просто еще не видел как устроены мои архивы и слава богу эй есть тут кто-нибудь я так если чё его не вызволяй пусть посидит подумает оргио о своей жизни куча имени дома 2 и тебя собачка ой там воняет извини мужик живых здесь нет или это и чудовище ходит вокруг меня спасибо что освободил меня а то я уже начал скучать какой же я невежливый совсем забыл представиться меня зовут шанс купец полагаю так тебя прозвали недруги что нет у меня никаких недругов шэна с купца все люди ума не приложу почему мой молодой напарник ударил меня по голове и заперли безопытного проводника тут довольно опасно а я значит должен поверить что ты и есть тот опытный проводник конечно я мог бы пять раз обвести тебя вокруг земли и ни разу не отступиться не не неплохо градцитрел вообще решает отлично работает а арбалет тоже не только посмотри какой потрясающий обращает архитектуры хоть весь мир обойди не найдешь ничего подобного кроме вот такую штуку я уже где-то что говоришь по говору одесса слушай ну какой-то тут подземелья не радостная на лут сколько бегаем да это уже второй уровень как бы мы же считать а нихрена интересного пока не выпало ну и куда запропастился мой юный проводник кажется его звали гель да точно такой милый молодой человек тигель тигель ой любых мочите их ребята он может быть проклят ой 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 отходим надо подождать а что ты за мужик какой вор гевен геви какой-то эй о реанимирующий платных на плечи сильно если бы я знал что тигель был проклят никогда бы не взял бедного парня с собой заходи в мою мастерскую в колдеи я покажу тебе как с помощью тигеля можно объединять осколки драгоценных камней таки да ты иди а я вернусь в город мне надо выучить заклинание которое поможет восстановить тело Кула встретимся в архивах а у меня утюг дома стоит не выключенный мы с тобой похожи но остальные падший ангел ведьма они используют тебя для достижения собственных целей ты предпочитаешь быть их марионеткой хотя сила данная тебе по праву рождения могла бы сделать тебя богом ну и как Кул трудно быть богом нечего насмехаться надо мной скоро я вернусь в этот мир и смогу показать тебе каких высот может достичь мифален ух и архивы лежат глубоко под пустыней может быть даже под теми самыми песками по которым мы сейчас идем а чё они такие быстрые а уничтожить они могли только закрыть вход в них но у меня есть ключи таки какие то шустрые слишком да ух ты шайтан шайтан а вот какой то шайтан чё про так ну дырочки э где лут люк я твой дядяц оу е немножко раза дрова да тащить дихлофос да да бурдалаки 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 жаль что только два можно арбонета поставить хотелось бы больше в смысле два ну два ну в руки ты можешь два взять но и то нет я имею ввиду турель а да да и две по-моему неплохо справляются мне нужно больше времени ух да сейчас метеоритом ножка рубуем бить ну слушай может мы пойдем вот в эту сторону давай сходим будем так сказать секундочку поступательно открывать карту и вот это меня интересует 90 к ловкости и еще шлем безумия ладно ладно а чё ты на них за эти отметки такие трезубцы вилл как проигрыш как проигрыш прям проигрыш прям оооо не ну слушай ну противники уже такие повеселее да ну да вот вот видишь шайтан шайтан да короче еще не время а так это тот же или другую а это тоже мы его не добили он в таком недобиток значит да это видишь другие его приспешники о добили